здравствуйте я продолжаю изучать золотое сечение но теперь я буду изучать спираль золотую спираль вот смотрите мне хочется посмотреть как по спирали располагаются мои картины потому что у меня есть картина это ирисы и у ней вот таким веером расположены большие листья и мне хочется проверить войдут ли эти листья у меня в спираль потому что они у меня необыкновенно как-то располагаются и то что я с самого начала мне показалось это таким каким-то чудесным образом расположение этих листьев сейчас я хочу эту такую спираль вот эту нарисовать у себя на пленке и приложить и посмотреть как под этим правилам нарисована моя картина или она не ну не под этим правилам нарисована я хочу это проверить приглашаю вас вместе со мной сделать такую сеточку в виде спирали которую мы сможем прикладывать в наши картины и смотреть что же у нас здесь такого нарисованного очень основного это спираль называется спиралью фибоначчи вот она очень расчет расчет у нее очень легок значит смотрите у нее то же самое что и золотое сечение только одна видите деление 1 здесь еще одно если с другой стороны мы сделаем и каждый прямоугольник у ней по золотому сечению делится видите вот если вы возьмете эти треугольники в верхней прямоугольники и будете их делить то они у вас вот так будут делиться а считается как вот эти цифры находятся очень легко здесь вот один плюс один это будет 2 следующее у нас будет двойка плюс единицы это будет тройка следующая цифра находится тем что мы тройку и двойку это будет пятерка следующую опять тройку из последующей каждый каждый последующие цифры мы с вместе плюсуем пятерка плюс троечка это будет восьмерка следующую как мы найдем вот мы не знаем 13 но мы знаем восьмерку и пятерку значит это будет 13 следующим и цифру не знаем мы берем восьмерку плюс 13 у нас получается 21 как найдем 34 13 плюс 21 будет 34 и так дальше и дальше следующую цифру мы найдем 34 мы приплюсуем 21 следующая будет цифра то есть у нас будет маленькая 21 и 34 большая сторона как вот так вот интересно так ищется вот в этом прямоугольнике 8 сторона будет маленькая 13 большая теперь я сделаю вот такой точно с этими же сторонами потому что у меня 50 на на 40 у меня должна быть тут сторона 40 а здесь 34 плюс 21 тут у меня 55 у меня получается что 34 на 55 немножко как бы спираль будет на большую картину рассчитана но я ее нарисую потому что она подходит по правилам и приложу на свою картину и посмотрю что у меня преподает сюда на все вот эти варианты живописи потому что как вот здесь вы будете по золотому сечению смотреть видите у вас линия проходит золотого сечения вот здесь проходит линия золотого сечения видите вот она проходит линия вот вот в общем интересно каждая потом сторона становится большой стороной прямоугольника вот и я посмотрю что располагается у меня вот но у меня интерес конечно посмотреть как у меня вот так листья раскрываются и как они здесь распал располагаться будут приглашаю вас пожалуйста со мной все это сделать такой эксперимент интересный вот я нарисовала это сетка которая называется золотая в общем сетка золотого сечения тут у нас одна только линия золотого сечения 2 и должно быть еще две таких вот по этой сетке рассчитывается сам золотое не сечение а золотая спираль и теперь я буду рисовать спираль чтобы нарисовать спираль мне нужно каждый каждый вот получился же это квадрат и на каждом квадрате я должна провести дугу из угла в угол тоже я буду произвольной форме проводить эту дугу вот какая она у меня получилась такая будет это примерно потому что дуга можете делать математически можете делать какими-то там специальными такими циркулями я сделаю от руки я буду соединять углы вот они все четырехугольники они равны сторонние по 13 сантиметров это по 21 сантиметр получается эту дугу рисовать очень легко видите вот каждый четырехугольничек у меня будет нарисована такая дуга вот теперь имея эту дугу я могу ее приложить к своей картине и рассмотреть что же я здесь получаю вот смотрите у меня есть моя картина которую я хочу проверить именно вот этой спиралью немножко у меня картина вот на 5 сантиметров и не хватает конечно сюда еще мне углубление но ничего я я могу проверить по этой спирали свои цветы смотрите надеюсь вам видно вот идет дуга спирали смотрите видите и что я могу здесь видеть посмотрите как расположен у меня расположены листья на можно и вот здесь еще было смотрите видите вот как раз входит у меня сюда и посмотрите как интересно у меня ложится сюда ручка значит весь вот этот вот эффект самой ручки будет очень хорошо просматриваться как веер цветов у меня разложится так и сама ручка у меня раскладывается по этой спирали вот четко дана у меня смотрите пока как у меня расположен букет у меня база расположена на линии золотого сечения видите вот она средина вазы идет по линии золотого сечения дальше у меня здесь располагается золото линия золотого сечения и вот так как раз это будет верх вазы смотрите горлышко базы располагается по линии золотого сечения вот этого прямоугольника вот прямоугольник один у меня вот второй это линия золотого сечения у этого прямоугольника вот линия золотого сечения по ней идет горлышко вазы теперь окончание ручки идет по следующей линии золотого сечения видите как правильно можно нарисовать картину вот я ее не рассматривала в прошлый раз когда я по золотому сечению изучала свои картины а теперь я создала спираль золотого сечения золотая спираль называется или спираль фибоначчи и по ее по ее вот спирали я могу сказать что спираль у меня вот здесь вот она проходит четко по ручке проходит вот сюда видите куда взор будет направляться и весь вот этот вот весь вход вот вход в спираль вот он разложен у меня и вот он идет видите как интересно получается смотрите вот они по спирали у меня идут все листики листики высокие вот интересная спираль они применяли эту спираль и картины и леонардо да винчи и многие кто применял своих картинах я вам сейчас покажу смотрите видите и также я в своей картине рассмотрела эту спираль вот смотрите поближе смотрите как идеально проходит вот кромка и вот она это у меня линия золотого сечения идет вот смотрите спираль идет у меня четко ложится по бортику по бортику ручки видите значит вот это вот эти завороты вот эти завороты как здесь смотрите идет заворот видите идет вот заворот моих листьев я еще и удивилась интересно как букет разложен разложено веером листья но здесь оказалось я и ручку нарисовала к месту у этого кувшинчика в общем у вазочки вот смотрите как правильно нарисован лист самый главный он даже пересекает цветок если вы обратите внимание видите здесь не цветок главный а он главный потому что он находится на линии золотого сечения вот она проходит и здесь нарисована его ножка этого листика вот до самого низа вот интересное расположение букета видите веер и ручка вот как интересно вот он пожалуйста вам ход для рассмотрения вот мы входим вот мы рассматриваем рассматриваем и уже выходит наш взор вот так интересно спираль золотого сечения спираль фибоначчи это я себе рассчитила и рассматриваю свои картины а с вами прощаюсь до свидания до скорых встреч встреч